У них есть профессиональный опыт, желание двигаться дальше и делать свою работу эффективнее. В администрации Самары сегодня прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса лучших муниципальных служащих органов местного самоуправления. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу повышения престижа государственной муниципальной службы, разработки процессов привлечения на муниципальную службу молодых, перспективных, высокопрофессиональных специалистов. И наш с вами конкурс как раз способствует решению поставленной задачи. За победу в номинации лучший руководитель борются шесть претендентов. Еще три участника за звание лучший специалист. Они уже выдержали первые испытания, прошли тестирование и представили свои конкурсные работы. Вопросы были по пяти направлениям. Это знание Конституции Российской Федерации, законодательство муниципальной службы, о противодействии коррупции, русский язык и информационно-коммуникационной технологии. Среди претендентов на победу руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова. Она рассказывает о том, как снизить негативное влияние отрицательных новостных поводов и довести до жителей актуальную информацию, чтобы предотвратить возникновение фейков. Если создается информационный вакуум, то люди начинают домысливать, наши оппоненты начинают придумывать какие-то версии. И, как правило, население, если получает вменяемый от власти развернутый, понятный, спокойный ответ, то тревога не возникает и сцены наруженности не возникает. Итоги конкурса объявят в понедельник на совещании в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной, Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.